Республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих функционирует с 1994 года, но образование и ее становление уходят в далекие 30-е годы прошлого столетия. Коллектив библиотеки создал прекрасную атмосферу для своих читателей. На постоянной основе в библиотеке проводятся творческие вечера, мастер-классы, выставки и душевные посиделки. Подробнее Альбина Куроченова-Кенжева. Марина Михайловна Лобанова – библиограф с 40-летним стажем. Радушно встретила нас и рассказала, чем живет библиотека и что значит для читателей. В 30-е годы на заводе холодильного машиностроения обществом слепых была создана первая изба-читальня, где появились первые журналы, напечатанные по Брайлю. Библиотека наша республиканская, единственная в республике учреждение, специализирована. Она с универсальным фондом. Мы обслуживаем инвалидов по зрению всех возрастных групп, то есть и дети, и взрослые. Посетители библиотеки могут читать в доступных для них форматах. Фонд постоянно пополняется. Имеются книги, периодические издания, воспроизведенные рельефно-точечным шрифтом Брайля, говорящие книги на аналоговых и цифровых носителях информации. Одной из важнейших задач в деятельности библиотеки является создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. И это чувствуется уже на входе учреждения. В библиотеке ведется активная досуговая работа. Например, в одном из выставочных залов сейчас проходит месячных «Человека с белой тростью». В другом зале идет выставка работ Сергея Волобуева. Инвалид первой группы по зрению и слуху очень любит заниматься вышиванием, шитьем, плетением. Он частый гость библиотеки. Сюда приходят за общением, вдохновением, за поддержкой. Ведь коллектив библиотеки создал очень дружную, теплую атмосферу. Главное, что библиотека работает не как информационный центр, а именно еще как досуговый. У нас очень много проводится мероприятий. За лето мы работаем с детьми. За три месяца мы провели 37 мероприятий. Библиотека охватывает почти всю республику, но не хватает собственного транспорта. Почаще выезжать в районы. У нас с библиотечными пунктами 20 районов. Библиотечные пункты. Мы послаем туда книги. Проблема на библиотеке заключается в том, что мы не имеем своего транспорта. И поэтому в этом вопросе нам иногда помогает общество слепых. Профессионал своего дела Марина Лобанова очень скромный человек. В ходе беседы выяснилось, что она участвовала также в помощи и разработке национального абазинского рельефно-точечного шрифта с инвалидом первой группы писателем Эдуардом Чачевым. Презентация книги была в Москве. Работники библиотеки доносят все до читателя в лучшем виде, так как книголюбы обожают читать от корки до корки. Библиотека стала для читателей вторым домом. Здесь каждого знают, любят и ждут. У библиотеки есть свой активный веб-сайт, где анонсируются все мероприятия. Альбина Курочинова-Кенжева, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.